Добрый вечер! Вы смотрите программу «Сомнения» с Денисом Базанковым на телеканале ТНТ «Онега». Сегодня мы поговорим с вами о высшем образовании. Неприятная новость в последнее время обсуждается в нашем обществе. Карелия, а точнее столица Карелии, может лишиться одного из трех ведущих вузов. Речь идет о Карельской государственной педагогической академии. Прежде чем начать нашу дискуссию и я представлю моих гостей, я предлагаю посмотреть сюжет. Карельская педакадемия попала в список неэффективных вузов страны. Министерство образования и науки России составило рейтинг учебных заведений. В соответствии с ним будет строиться дальнейшая политика в отношении этих вузов. КГПА в третьей группе, а значит, академия должна быть реорганизована. Эту новость Петрозаводский, разумеется, встретили безрадостно. Более того, в закрытии старейшего вуза республики многие видят уничтожение всего педагогического образования в Карелии. Спасти академию предлагается разными способами. Например, путем присоединения к университету возможно также создать совершенно новую модель непрерывного педагогического образования, которое будет включать в себя педагогический колледж, академию и институт повышения квалификации учителей. Чем грозит такая оптимизация, как может отразиться закрытие старейшего вуза республики на ее жизни и каковы пути выхода из сложившейся ситуации? На эти вопросы необходимо ответить уже в самое ближайшее время. День ЧИА для КГПА 22 декабря. К этому дню должны поступить предложения по реорганизации учебного заведения, а рассмотрение вопроса состоится уже после нового года. О КГПА мы сегодня будем говорить с представителями общественности, скажем так, и что самое интересное, с выпускниками, а точнее выпускницами этого заведения. Итак, я представляю гостей моей студии. Юлия Окунева, депутат молодежного совета, Петрозаводска, выпускница педагогической академии. Здравствуйте, Денис. Галина Анатольевна Разбивная, председатель общественного совета Министерства образования Республики Карелия, бывший министр образования Карелии и заместитель председателя законодательного собрания. Ну, везде приставка «ЭКС», но сейчас общественник, в том числе выпускница КГПА. Здравствуйте. Здравствуйте. И Елизавета Васильева, тоже выпускница КГПА, а нынче у нас заместитель председателя благотворительного фонда имени Сергея Пирожникова, общественница. Добрый вечер. Здравствуйте. Все общественники, все выпускницы. Тема серьезная. Почему в нашей студии сегодня нет ни представителей академии, ни представителей Министерства образования? Ну, потому что еще не настал час. Из сюжета стало ясно, что к 22-му часу, 22-му декабря еще принимается ряд решений по реорганизации. Естественно, представители академии и Министерства образования пока еще не готовы дать какую-то конкретику. Значит, сегодня мы можем высказать свою точку зрения как общественники. Итак, Галина Анатольевна, первое слово я хочу предоставить вам. Когда вы услышали о том, что, возможно, не станет педагогическая академия, она раньше была университетом для тех, кто не знает поясню, и институтом, статусы были разные. Когда не станет этого учебного заведения, одного из трех ведущих карельских, что вы подумали? Я не верю, что Карельская педагогическая академия будет закрыта даже федеральным правительством. Мне кажется, этого не произойдет. Что меня очень сильно волнует, это то, что сегодня педакадемия, будем говорить так, и ректорат педакадемии тоже, вы знаете, как бы ждут у Онега погоды. На самом деле ждать-то погонять – самая неприятная вещь. И дело в том, что догнать мы уже никого не сможем, но и ждать, то есть находиться в такой неопределенности мы не должны были, потому что вообще-то с 2006 года конкретно стали говорить о реформировании высшего профессионального образования. И если мне память не изменяет, она мне не изменяет, то я знаю, что у нас сегодня в кулуарах академии и властей наших, и общественности, и студенческой, и педагогической общественности академии шел разговор о том, закроют или не закроют, закроют или не закроют, понимаете? И поэтому мне очень жаль, что было упущено время. Мы не представили впереди паровоза свою модель образования педагогического в Республике Карелия. Не представили. Это первое. Второе – старейший вуз, 75 лет. Закрывать его категорически нельзя. Ну и может быть, я об этом даже убеждена, надо менять ситуацию в педакадемии. Это мы должны сделать региональную, так сказать, сегодня власть, но самое главное – сама педакадемия. Хотя вот отношение к педагогическому образованию в России, я прямо скажу, плевое, потому что если за 75 лет сегодня наша педакадемия имеет три названия, то в одну сторону, то в другую, то в институт, то университет, то теперь уже самое низкое, так сказать, по статусу образование – высшая академия, хоть и академия вроде как и звучит. Мне кажется, что это сегодня происходит от того, что в Российской Федерации не могут понять, не могут понять, что нет более важного образования, чем педагогического. Педагогическое. Хорошо, педагогическое. Я не спорю, оно необходимо нашей стране, да? Но вопрос. Сидят две выпускницы, которые закончили один факультет. Факультет начального образования. Кто-нибудь из вас хоть день работал по специальности? Я работала в селе образования 5,5 лет, как раз в Петрозовском педагогическом колледже, была учителем учителей. То есть, в принципе, непосредственно… Плюс есть, да? Да, конечно. Юля, почему не связала свою жизнь с профессией, которую получала? А я вам могу сказать, Денис, на это вот что. Во-первых, я понимаю, что основная задача педагогической академии, университета, института, называйте, как хотите, воспитать педагога, да? Но не забывайте о том, что образование вот в данном ВУЗе дает возможность настолько встать на ноги, настолько пополнить багаж знаний и жизненного опыта, что можно применить себя в любой сфере деятельности, в любой абсолютно, потому что главный акцент делается на коммуникабельность. Я вам приведу пример. Если идет отбор, предположим, работодателем, ну, найм работников, да, менеджера там или еще кого-то, ну, такие более-менее статусные должности, то отдают предпочтение претенденту с педагогическим образованием, потому что, значит, априори этот человек умеет работать с людьми. И я, признаюсь честно, не работала ни дня учителем начальных классов по своей специализации, но только лишь потому, что ни в укор кому, ни камень в огород не закидываю, но, тем не менее, все и так прекрасно знают, какая ситуация складывается у нас сейчас в сфере образования, какие зарплаты получают у нас бюджетники и прочее. Я считаю, что мое образование в педагогическом тогда еще университете дало мне прекрасную базу реализовать себя в этой жизни, и я очень благодарна этому. Я вот согласна с Юлей, знаете, в чем? Мы очень узко понимаем идею педагогического образования, в принципе, потому что ведь сегодня педагог, педагог, работает у нас вот даже выпускники нашей педагадемии, они работают сегодня и в образовании учителями, и в образовании педагогами дополнительного образования, и воспитателями они работают, они работают директорами и заучами, но самое главное, что они работают и в МВД, и ФСБ, и в социальной сфере, и в здравоохранении, и в культуре, это выпускники педагогической академии. И вот посмотреть на Лизу и Юлю сегодня, я, например, с удовольствием с ними общаюсь, это действительно достойные выпускники педагогической академии. Очень жаль, что они сегодня не в школе. Я хочу сказать, что сегодня вакансии, например, вот 2,5 тысячи студентов учатся в педагогической академии, столько вакансий в школах у нас, допустим, там нету. И работы для них нет такой. Но, между прочим, хочется добавить, простите, пожалуйста, Галина Анатольевна, что по статистике, которая недавно проводилась, 95% выпускников Карельской педагогической академии трудоустроены. О чем это говорит? О том, что кадры, которые выпускает академия, востребованы на рынке. Я думаю, так можно сказать и про ПетрГУ, и про консерваторию. Все студенты находят работу, конечно. Куда только, это другой вопрос, конечно. Но не кажется ли вам, что вот закрыть институт, это вот сгоряча где-то в Москве, может быть, на федеральном уровне, а вот в третью категорию, да, как в сюжете у нас звучало, и давайте мы уберем. Критерии, которые были сейчас для отбора вот этих вот, 73% педагогических вузов оказались неэффективными, понимаете? Потому что критерии очень интересные, честно говоря, подсомнение ставятся. Потому что критерии, которые сегодня применялись, они не подходят к педагогическому вузу, как и к театральному, как и к культуре, как и к медицинскому. Вообще просто, это мимо кассы прошли, просто мимо всех педагогических вузов пролетели, мимо гуманитарных в том числе. Это глупость несусветная такое придумать. Поэтому мне думается, что критерии по поводу педагогических вузов будут отменены, вот эти критерии. Нам нужны здесь совсем другие критерии. Но самое-то главное, Юля и Лиза, хочу вам сказать, что я как бывший министр образования, и как сегодняшний человек, который до сих пор, я не ушла из образования, я постоянно нахожусь в нем, нам очень не хватает современных учителей. Для новой современной школы, и для нового ученика, и для новых родителей нет учителей. Конфликты постоянные возникают между учителями и учениками, между родителями и учителями и так далее. То есть, у работы у педагогической академии выше вот головы. Как раз хотелось бы сейчас вот, чтобы немножко, скажем так, расслабиться. Давайте комментарий нашего сенатора в Совете Федерации, Сергея Леонидовича Катанандова, посмотрим. Не знаю, захочет ли университет присоединять его к себе, надо спросить еще. Потому что у университета есть свои планы, и университет несколько раз предлагал это делать. Когда была возможность, почему-то он всегда получал отказ. А сегодня университет сам должен сохраниться. И вот такого рода объединения могут очень серьезно повлиять на его показатели работы. Поэтому это не простой вопрос. Это не механическое слияние. В Москве захотели, и все решили. Нет. Или же в Москве захотели закрыть. Нет. Если ВУЗ сделает правильные выводы, если ВУЗ предложит концепцию, если ВУЗ найдет себе помощников и варианты своего будущего, то у него все в порядке. И это сказано министром, которого хоть и критикуют, и я начал с этого несколько раз. То есть рейтинги – это только осознание, где ты находишься. Но по Москве уже закрываются ВУЗы один за одним. Там уже комиссия отработала публично, и, кстати, в прямом эфире принимались решения. Дожидаться, что и в Карелии такая комиссия появится, я думаю, что финанситуту не надо. Надо самим шевелиться. Речь шла в комментарии как раз об одном из вариантов, что дальше будет с Академией. Это объединение с Петрозаводским государственным университетом. Слияние. Об этом слиянии, кстати, давно уже договорятся. И раз, когда идет слияние здравоохранения и социальной защиты, например, министерство здравоохранения и социальной защиты, министерство молодежи, спорта, туризма и еще не знаю чего, министерство национальной политики и связи с общественностью и так далее, и так далее, вот все, что сегодня объединено в какой-то водной куче, это плохо работает. И всегда вылезает, например, сегодня в первый план, в любом случае здравоохранение. А социальная защита раздает льготы сегодня. Разве можно сегодня объединять? Я считаю, что нельзя объединять педагогическую академию с нашим госуниверситетом. Не потому, что госуниверситет не справится, а потому что учительская профессия, педагогическая специальность будет уже не главной. И она сотрется как просто в порошок. Денис, я думаю, что здесь я соглашусь с Галина Анатольевна, что нужно выбирать второй вариант. Нужно открывать открытые переговорные площадки, нужно разговаривать с Петрозаводским педагогическим колледжем, с институтом повышения квалификации. Нужно самим построить новую модель образования, которая может быть стартовой для России. Поэтому нужно, мне кажется, переговорные площадки открывать, выстраивать новую модель образования, предлагать и быть первыми, чтобы не комиссия к нам приехала, чтобы закрыть, а комиссия приехала, чтобы проверить, удивиться и транслировать опыт потом в дальнейшие регионы. Вы мне объясните, я не педагог, конечно, новая модель образования, что это такое? Это как понимать? Этот разговор идет о непрерывном педагогическом образовании, потому что учитель должен учиться сегодня и в педакадемии, потом в институте повышения квалификации, или в педколледже, потом в академии, потом в институте повышения квалификации, он учиться должен постоянно. На данный момент КГПА можно назвать передовым у нас вузом, который дает современные самые методики обучения? Нет, я могу сказать о том, что наши преподаватели нашего вуза всегда пополняют свои знания какими-то новыми методиками. Во-первых, у нас очень все равно хорошо развита международная деятельность, хоть в критериях, опять-таки, мы по этим критериям не прошли, потому что у нас якобы студентов иностранных очень мало. На кой черт они там нужны, непонятно, потому что у нас другая специализация. Нет, ну надо, чтобы вы американского учителя учили в нашей педакадемии. Но зачем это нужно? Но у нас очень активно, вот я не знаю, недавно осенью, да, прошла встреча с французскими студентами, они приезжали к нам из города Лерошель, и был обмен опытом. Но я возвращаюсь к теме, а то сейчас далеко уйду. Наши преподаватели постоянно совершенствуют свои знания, общаются с международными университетами, пополняют новые методики. Мы, когда с Лизой учились, у нас все было современно, и там информатика, и эти экраны постоянные, инсталляции у нас было, люди, наоборот, преподаватели старались сделать. А содержание-то какое было? Но мы не учились по советским книгам, грубо говоря, по советским методикам. Потому что на тот момент, когда мы с Юлей учились, по-моему, в 2004 год, мы выиграли по программе Intel, образование будущего, и адаптировали как раз на педагогическую академию, тогда университет, и мы были первыми проходимцами вот этого обучения. И то есть мы пришли в школу, проходимцы, вы закончите. Первопроходцы. Да, первопроходцы. То есть мы пришли, когда уже, соответственно, ну в данном случае я в образовании, мне было легко. То есть я знала, что такое презентация, проекты, это только-только вот новое было. Денис, на самом деле в Карельской педагогической академии достаточно много интересных лабораторий, интересных программ и проектов, современных достаточно. Но самое главное, что не хватает нашей педагогической академии, это мое субъективное мнение, не хватает заинтересованных выпускников школ, которые хотят стать учителем. А потому, что нет на самом деле настоящей подготовительной работы для ребят-старшеклассников республики, которые пошли бы в педагогическую академию с хорошими баллами по единому государственному экзамену, чтобы потом пойти в школу или в образовательное учреждение. То есть чаще всего студент избирает педагогическую академию не для того, чтобы стать учителем. А для того, чтобы была корочка. А чтобы было высшее образование. Высшее образование. Ну так это так любой вуз можно взять. Нет, в госуниверситет. Чем отличается госуниверситет от педагогического вуза? Педагогический вуз дает действительно, на самом деле, педагогическое образование. А госуниверситет дает очень много специальностей. Более широкий спектр, а здесь узкая направленность. А здесь узкая направленность, педагогический вуз. Почему институт раньше и был? И что меня еще просто потрясает, когда, допустим, на физмате нашей академии учится человек и не один, который получает по физике три с натяжкой. И его посылают преподавать в физику, в школу. Вы понимаете? Вот это страшный брак. А потом мы удивляемся, почему у нас... Скажите лучше мне так, на ваш взгляд, вы представитель общественности сейчас, на данный момент, да? Может ли общественность, как вы думаете лично про себя, повлиять на сложившуюся ситуацию? Речь-то серьезно идет о реорганизации вот сейчас. Или мы сейчас поговорим, все разойдутся по домам. Потому что общественники, на самом деле, это серьезный ресурс влияния. И его нельзя упускать ни в коем случае. Но если бы сегодня, допустим, Сергей Павлович Гриппа пришел сюда в эту аудиторию... Рано еще. Что-то неважно. Он бы с нами посидел и сказал, ребят, давайте объединять усилия и будем бороться за нашу педагогенмию, да? Но бороться нужно не с пустыми руками, не с пустой головой. Согласен. Нужна конкретика какая-то, да? Если мы говорим о новой модели образования, то должны быть на работе. О новой модели, то что сказала Лиза. Понимаете, в чем дело? Тут надо учесть, какую вещь. Сегодня бюджет педагогенмии 3 миллиона, он федеральный. А сегодня, если тут повышение квалификации педколледж, это региональные. Сможет ли сегодня региональный бюджет взять на себя вот эти 3 миллиона? Не сможет. Это означает, что... Вот вам ответ на вопрос. Нет, нет, это не ответ на вопрос, Юлечка. Это означает, что нужно посмотреть, а сколько же студентов должно быть в педагогенмии, на самом деле, которые, на самом деле, будут работать в социальной сфере. Не будем говорить в образовании, а вообще в социальной сфере. Потому что они работают везде, и везде они нужны. И психологи особенно, и факультеты иностранных языков, и так далее. Все факультеты, и даже ваш факультет, видите, везде нужен. Вас берут. Я слышу от вас, вузы нужны педагогические. 75% у нас сейчас могут урезать, да? Реформа нашего образования. Это, может быть, сегодня, знаете, еще один из вариантов. Сегодня питерский имени Герцена может сделать здесь у нас просто филиал своего, так сказать, института. Вот еще один вариант прислывался. Решение вопроса. Можно, в принципе, сделать сегодня все. Вопрос-то, вот смотрите, да, дернули одну ниточку, казалось бы, одного вуза, а выходим-то, что опять на федеральный центр, опять на эту всю реформу прислываются. Да, неправильно, непродуманно. Например, сегодня, посмотрите, что делают вузы, которые всегда занимались подготовкой инженерно-технических кадров. Они сейчас у себя чуть ли не филологические факультеты открывают, и экономические. Потому что деньги. И чего только не открывают, делают платные, так сказать. Отбирают у гуманитарных вузов хлеб, не готовят нормальных специалистов, но зато вот разбухают, как вообще. Вот та же школа, высшая школа экономики, которая руководит Кузьминов Ярослав Иванович. У них, по-моему, все. Они полностью сегодня занимаются образованием, стратегическим планированным образованием в России. На каком основании? А можно еще, извини, защита сказать академии, коль уж мы говорим о том, чем наша академия отличается от других вузов, и что здесь хорошо, какие новые технологии. Я вот не поленилась для себя шпаргалочку. Написала, но очень ценная, на мой взгляд, информация. Между прочим, не считая Москвы, наша академия – единственный вуз страны, где готовят на профессию сурдопереводчика. Это раз. Ух ты, не знал. Дальше. В КГПА проходит уникальный для страны, подчеркиваю, форум, Международный конгресс учителей физкультуры. Такого тоже нигде не проходит. Исследования по экологии Белого моря проходят. Тоже не каждый вуз этим занимается. И в КГПА существует, я считаю, коллеги согласятся, что важнейшая для региона, единственная на всем Сербиро-Западе – это сельская лаборатория. Лаборатория по сельской школе. Да, я понимаю, это в активной части. Я хочу сказать, что… Вот не это ли весомые аргументы в защиту КГПА? Молодые политики, я считаю, сегодня очень удачно выступают. Я тоже считаю. Спасибо. Елизавета, кстати говоря, ты тоже в последнее время все больше и больше политикой занимаешься и участвовала даже в довыборах в Петрозаводский городской совет. Соответственно, круг общения у тебя тоже с коллегами, скажем, уже состоявшимися депутатами и в законодательном собрании, и в Петросовете. Идет ли обсуждение вот этого вопроса? Обсуждение идет очень такое осторожно, все пока боятся как-то высказать, потому что нельзя, скажем так, я Галина Анатольевна, с другой точки зрения. То есть, в данном случае, почему я смело высказываю, потому что я заканчивала, я сама учитель, я работала, я могу. Как у нас привыкли высказывать свое мнение, даже не относясь к этому вообще процессу, не зная его изнутри. Очень легко сказать, давайте закроем, да. Мы современное общество, зачем нам как бы старое, да, давайте жить по-новому. Нельзя этого делать, поэтому у нас пока ждут резонанса, что будет. Но мнение определенное есть. Так можно ждать и прожить. Ждать по мнению нельзя. Мнение определенное есть, но пока громко не высказывают. То есть, у нас здесь… Когда закроют, тогда выскажут. Вы же говорили вам, вернее думали. Но я же не зря здесь, да, потому что мы обсуждали это, конечно. Да, но я так понимаю, ты взяла это вместе с коллегами на личный контроль. Я сказала, коллеги, да, можно пойду я, потому что эта тема, она более для меня близка. И вот мы обсудили, поэтому я здесь выступаю не только с точки зрения как выпускница, но и, соответственно, и спортивной и так далее, и так далее. То есть, в принципе, я высказываю общую такую точку зрения. Галина Анатольевна, вы как опытный политик, скажем, как экс-министр. Если, допустим, необходимо будет собрать подписи, ну вот здесь мы решим тогда в защиту КГПА, поможет ли это, если вот это в Москву отправить? Или это так, на федеральном уровне посмотрят так? Я думаю, что подписи не помогут. Поможет серьезная, срочная. Я думаю, что она идет в педакадемии, работа. Там есть замечательные, интересные люди. Вот и проректор, там сейчас Гвоздева Марина Станиславовна. Она только что выиграла грант в Сколково. И я думаю, что она сейчас с новыми силами, с новыми знаниями объединит очень интересных педагогов, преподавателей педакадемии. Я думаю, что будет впереди подписи, предложения. Что делать с педакадемией? Она должна остаться, она должна быть, какой она должна быть? Между прочим, я в средствах массовой информации прошла информацию о том, что вузы, которые выступили против результатов мониторинга по всей России, они уже исключены из списка неэффективных. Я думаю, что наши тоже выступили. То есть обязательно нужна инициатива от самой академии? Мы не согласны, потому-то, потому-то, потому что критерии не совсем корректно составлены и предъявлены. Разговор-то инициативности, понимаете? У нас вот эта черная туча, как я ее называю, темная, черная, над вузом-то уже с 2001 года, я не ошибаюсь. Да, давно, давно, да. Вам не кажется, что все-таки это логическое завершение, что сейчас молния, а потом ливень и все и смоет? Вот сейчас нас к этому, может быть, подводят все-таки плавненько, да? Дело в том, что может быть всякое, потому что если не будет оснований, доказательств, не будет, так сказать, все просчитано, прописано, все сделано в коротком документе, а не в томах документов наших проектов, мы сможем победить. Если это не будет сделано... Я думаю, общественность готова, да, ждем, скажем так, хотя бы от университета, хоть какой-то, да, что вот нас подзывали, потому что, я думаю, совместными усилиями можно сделать, можно сохранить и академию, сделать интересный, инновационный, новый проект современный, который будет первым, скажем так, в России, да, и опытом будет для других регионов. Можно, может быть, не такой большой, но уникальным это точно. У меня в этой студии вопрос родился, можем ли мы заручиться поддержкой, грубо говоря, нашей администрации, нашего правительства в поддержку именно академии? Я могу сказать, что мы встречались с Александром Петровичем, я лично встречалась, я ему... Это я понимаю, речь идет о Худилайне, губернаторе. Да, о голове республики, да, нашей Александр Петрович Худилайне. Мы встречались после этого, он встречался с Гриппа, Сергеем Павловичем, я знаю, что он сказал, что если будет что поддержать, то он поддержит. Мы поддержим, да. Ну вот это вселяет. Нужно работать. Нужно работать. Тема действительно пока еще очень сложная, и я бы сказал скользкая, потому что конкретно... Ну самое главное, студенты, которые сейчас обучаются, они должны понимать, что они будут заканчивать в любом случае. Да. Не дай бог этого случая, они все равно закончат предакадемию. Мы можем студентов успокоить, что диплом-то они все равно получат, да? Да мы надеемся, что и следующие потоки они все получат, и все будет хорошо. Ну что ж, мы будем следить внимательно за развитием ситуации, посмотрим, что в нашей студии потом скажут сильные мира сего, да, и непосредственно ректор КГПА. На этой прекрасной ноте пока еще прекрасное все, мы с вами сегодня прощаемся, а я напоминаю нашим телезрителям, что вы смотрели программу «Сомнения» с Денисом Базанковым. Увидимся ровно через неделю на телеканале ТНТ «Онега». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!